С этого момента я буду спать здесь, разве это не так, госпожа? А, то есть он реально у неё на коленях спит? Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня у нас будет кошачий рай, но только с мужиками. Да, господа, я понимаю, что будет сложно, но придётся подрочить. Уж примите это, мы ж стойкие парни, да? Ну так вот, сразу предупреждаю, у игры даже блеска нет никакого русского перевода. Так что будем переводить на лето. И сразу хочу предупредить, что качество перевода будет не такое, как вы привыкли видеть у русификаций, которые проходили этапы перевода. Правда, редактуры, корректуры, вычетки, будет несколько похуже. Поэтому прежде чем начинать бэкать, фукать и всё такое прочее, имейте в виду, что это всё делается на лето. Иначе пока никак. Ну что ж, а теперь не забываем пошлёпать. Короче, сегодня шлёпайте, чё хотите. Ну и погнали. Доброе утро, Фенхель. А? Ты уже здесь, Фенхель? Вы? Ты довольно рано. Хм, я вижу, ты на 10 минут раньше. Это хорошо, мы можем приступить к работе раньше срока. Постарайтесь сделать это привычкой. Во всяком случае, когда ты сюда попал? Ты же был здесь до нас, так что... Хм. 15 минут назад? Фактически 30 минут. 30 минут? 30 минут? Сегодня мы впервые встретимся с нашим работодателем. О том, чтобы опоздать... Ау, блять, извиняюсь. О том, чтобы опоздать по такому случаю, не могло быть и речи. При этом прибытие слишком рано также считается неправильным. А-а-а-а-а, ты действительно серьёзно относишься к этому, Фенхель? Ой, почему Фенхель? Феналь. Погоди, а где Ларьер? Я его не вижу. Ой-ой-ой, что же нам делать? Почти пора. Я ему позвоню. Он не берёт трубку, но он подключается, так что его телефон определённо включен. А, вызов идёт. Он не оставляет нам выбора. Если его не будет здесь, ко времени встречи, нам придётся идти дальше без него. Думаю, он не успеет сюда вовремя. Сейдж, Дил, пошли. Ну, ладно. Не могу дождаться, чтобы увидеть, каков наш босс. Я тоже не могу. Эй, посмотрите на все эти старинные настенные часы! Может, это хобби хозяина? Ясно, человек-культура. Хм, я слышал, что наш босс – женщина. Только что окончившая колледж. Тогда, может быть, за украшение отвечала и дедушка? Я считаю, что он был первоначальным владельцем этого места. Итак, она... Нет. А! Вы такие громкие, ребята. У меня был такой приятный сон. Вот Ларья! А, значит, Ларья был здесь раньше всех нас. Ты что делаешь? Ну, разве это не очевидно? Я спрашиваю. Что ты делаешь? Спишь у неё на коленях? Ээээ... Что? В смысле? С этого момента я буду спать здесь. Разве это не так, госпожа? А, то есть он реально у неё на коленях спит? Видите, она сказала, да. С этого места, где я стою, похоже, она не чувствует, что может отказаться. А, мне кажется, она не может отказаться. Если тебе это не нравится, ты должен об этом ска... Ты должна об этом сказать. В противном случае, Кэтбой просто будет ходить по вам. Я не думаю, что Кэтбой в любом случае будут слушать. Что ж, это одна из тех вещей, которые нравятся людям в них. Точно. Неаа... Я хочу спать. Снова в постель. Ты такой свободный дух, Ларье. Свободный духом. Ах, да, мы же ещё не представились. Ларье представился? Он уже уснул! Он уже снова спит. Так что, может, мы продолжим и представимся, Феннель? Действительно. Я пойду... Я буду первым. Я Феннель. Так, Феннель или Феннхель? Ээээ... Феннель. Блин, ну мне хочется его Феннхелем назвать. Это как-то более приятный слуху. Моя любимая еда, это... Прошуто и паста со сливочным сыром. Эээ, во, блядь. Я могу приготовить любую кухню, будь то японская, западная или китайская. Но моё фирменное блюдо, блюдо... Блюдо из пасты. Мои хобби, работа и чтение. Я буду здесь, чтобы научить вас, как стать полноценным менеджером кафе. Я буду рад совместной работе с вами. Меня зовут Сэйдж. Любимые блюда, рыба на гриле и дорояки. Фирменное блюдо, японское блю... Фирменное блюдо, японские блюда. Я люблю принимать ванну и пробовать разные сладости. Я довольно силён, так что оставьте тяжёлую работу мне. Я делал. Мои любимые блюда, гамбургский стейк и амурис. Я хорошо готовлю все блюда западной кухни. Но, думаю, мои любимые блюда будут моими деликатесами. То есть, эээ... Мои любимые блюда деликатеса. Мне нравится гулять и читать модные журналы. Я знаю, что это должно быть многое из того, что ваш дедушка... А, я знаю, что, может быть, это слишком. Ваш дедушка скончался и вам внезапно пришлось заняться кафе. Но мы все здесь, чтобы помочь. Так что давайте сделаем всё возможное вместе. Лария, твоя очередь. Лария! Не надо кричать, я слышу тебя. Лария здесь. Люблю бутерброды и умею их готовить. Мои увлечения спать и... Играть с вещами. Если вы хотите, чтобы я старался изо всех сил, я полагаю, вы предложите взамен соответствующие угощения. Лария, пожалуйста. Не заставляй нашего работодателя чувствовать себя неловко. Значит, мы вчетвером будем работать здесь, в кафе? Вроде бы всё подготовлено к открытию, да? Значит, завтра мы сможем открыться первым делом. Значит, сегодня мы можем спать весь день. М? Хочешь показать нам это место? Я имею в виду, что мы собираемся жить... Эээ... Эээ... Жить... На рабочем месте, не так ли? Ну, типа того. Не могу дождаться, чтобы увидеть, где мы будем жить. Ого! Так это как что-то из кино! Или как дом забытый в то время. У вашего дедушки действительно были изысканные в косо. Я уверен, что интерьер такой же великолепный. Я очень благодарен за возможность оставаться в таком месте. В смысле, а типа... Слов хозяйки не будет, что ли? Действительно, кому нужна хозяйка? Пока есть крыша над головой, я могу спать где угодно. Вообще похую. Да, здесь то же самое. Право, вы двое. В любом случае, хватит болтовни. Можем ли мы заставить её показать нам всё? Действительно, не могли бы вы продолжи... Ммм... Вы продолжить... Показывать путь. Ого! Посмотри на это место! Свет стен гармонирует с винтажной мебелью, создавая максимально приятную атмосферу. Что может быть лучше, чтобы выпить утренний кофе? Да, действительно, утренний кофе он офигенен. Спокойной ночи. Бля, бро, ты тупо мой кумир. Он на ходу спит, стоя! Вообще пострай. Лория действительно может спать где угодно, да? Что ж, а ранее отход ко сну делает кота здоровым. И всё такое. Так что я бы сказал, что он понял... Принял правильное решение. Диваны предназначены для сиденья, а не для сна. Кровать осуществует не зря. Да ладно, диван это кровать для кота. Мы будем спать в любом удобном месте. Например, на коленях у нашей хозяйки. Ага, этот парень понимает. Хотя, если бы я попробовал, я бы отправил её ноги спать. А, я отдавил бы её ноги. А это не весело. Думаю, я тоже понимаю привлекательность хорошего круга. Круга? Чего? Чего она переводила? Ммм. Теперь, когда... Теперь, когда мы посмотрели гостиную, не могли бы вы показать нам наши комнаты? Мы будем на втором этаже? Будем ли мы все четверо жить в одной комнате? В таком случае, я возьму гостиную. Я терпеть не могу шума. Мне также потребуется тишина, чтобы сосредоточиться на учёбе. При этом я не могу с чистой совестью одобрить сон в гостиной. Лично мне нравится, когда всё живо. Мне тоже нравится веселиться с вами, ребята. Так что я буду нормально жить вместе. А, у всех есть своя комната? Замечательно. Ммм. Так что, я могу спать сколько захочу. О, как раз, когда я возлагал эту надежду. Всё нормально. Вы можете приходить и тусоваться в наших комнатах, Сейдж. Ты можешь. Добро пожаловать в моё... В моё в любое время. Так что, заходи в любое время. Спасибо, чувак. Я тебя пойму. Вау, комната очень много. А эта дверь справа в конце коридора ведёт в кабинет дедушки. Нам лучше держаться оттуда подальше. Какая у тебя комната? Ээээ... Та, что напротив кабинета? Та, что напротив кабинета? Тогда я возьму комнату по соседству. Ээээ, Лария, это не честно! Ты, Миш, ты откладываешь сон. Ты проиграешь. И не я устанавливаю правила. Феннель, наверное, единственный, кто готов был бы сыграть со мной. Но я всё равно выиграю. Если ты хочешь стать её домашней кошкой, тебе просто нужно доказать ей, что ты это сделаешь. Конечно, я уверен, что смогу это сделать. Эм, соревнования друг с другом ни к чему не приведёт. Я бы предпочёл, чтобы мы все были друзьями. Я с Эйджем. Почему мы все не можем стать её домашними кошками? О, ну, если мы это сделаем, я всё равно хочу быть для неё номером один. Как дела? Почему ты выглядишь таким... Такой смущённый? Нихая не понимаю, с кем они разговаривают. А, или типа напрямую со мной. Я хозяйка. Ну ладно. Пятница вечером, я хозяйка. Я смирюсь с этим. Вы думали, мы здесь только для того, чтобы помочь с магазином? И вы впервые слышите о домашних кошках? Разве в школе вам это не объяснили? О, да, неудивительно, что вы совсем запутались Если бы вы могли насмешить меня Блять А может уделить? Если бы вы могли уделить мне минутку Вы знаете, что мы, Кэтбои, ходим в школу Чтобы получить знания и жизнь И общие жизненные навыки, да? Вы, конечно, знаете об этом После этого студенты могут получить высшее образование Найти либо постоянного работодателя, либо владельца Некоторые из них выпускаются довольно быстро А другим требуется больше времени Узнавать что-то новое, это весело Но в конце концов, мы все еще кошки, понимаете? Мы все просто хотим найти того одного единственного особенного работодателя Или владельца, которого сможем полюбить всем сердцем У меня только один вопрос Почему вы так гамагейски выглядите? Хотя это же то, что я хочу так Так что мы как бы надеялись, что это будете вы Нет-нет, мне нужно извиняться Мы сами виноваты в том, что надеемся Я не вижу проблемы Ты о чем, Ларье? Она хочет, чтобы кафе работало Но у нее нет персонала или деловой смекалки Когда дело доходит до последней части, мы тоже новички Но мы можем учиться на работе, не так ли? Он прав Если вы хотите стать ее домашней кошкой Вам просто нужно доказать ей, что вы это делаете Что вы это сможете Даже если она с самого начала не заинтересована в этом Не заинтересована в этом Ее чувства могут измениться, если мы проявим себя Верно? Вау, какое действительное... Действительно обдуманное изречение, а? Все любят кошек Есть способы подвести ее к этой идее Например, обвивая ее хвостом вот так Затем поднять взгляд смелым таким мяуканьем Это обязательно поможет Ты там в порядке? Вы там в порядке? Сколько я раз должен тебе говорить, чтобы она не чувствовала себя неловко А не доставлять дискомфорт Как она... Как это могло принести дискомфорт? Я просто веду себя как кошка Неа, разговоры утомили меня Я буду спать в своей комнате Честно говоря, этот парень Ну, знаешь Кэтбой сделает... Делает то, что делает Кэтбой Все это произошло довольно неожиданно И я уверен, что ей есть что переварить Почему бы она мне назвать это... Днем? Возьмем, будет Действительно, какую комнату ты будешь использовать... Использовать, дел? Я возьму то, что рядом с Ларья Он сопротивлялся, то уже берет Блядь, неопределенный парнишка Тогда я возьму то, что ближе всего к лестнице Я буду твоим соседом, Феннель Теперь у каждого должна быть своя комната, да? А, или есть Ага Но... Насчет домашних кошек Вы не можете принять решение прямо сейчас Вы не можете принять решение прямо сейчас Но, может, обдумаете? Ээээ... Хотите еще немного времени для этого? Ээээ... Конечно, я супер-пуперат Что вы обдумаете это? Школа не установила ограничений во времени Мы приложим все усилия, чтобы убедить вас, что мы для вас кошачьи парни А что мы... Что мы... Что мы... Ну, кошачьи... Кэтбои для вас Как-то так Было бы здорово, если бы мы все вместе стали домашними кошками Прежде всего, мы здесь, чтобы помочь скафам Завтра будет наш первый день Так что давайте все вместе сделаем все возможное Окей Вы делаете ставку? А, стоп Положитесь на нас Пззззз Не-а! Ой! Псс Потише Я не ожидал, что ты внезапно... Перевернешься во сне Ты чуть не ударяла меня Почему я сплю рядом с тобой, когда у меня есть своя комната? Потому что это кровать Кошки могут свернуться калачиком и спать где угодно и когда угодно Я не против спать в своей комнате, но я сплю намного лучше, когда... где... Эээ... лучше там, где удобно, понимаешь? К тому же, я лучше всего сплю рядом с тобой Ох ты же, мразь! Это стало сюрпризом? Ты мне понравилась? Твои взволнованные реакции всегда так забавны Я шутник, поэтому я абсолютно обожаю таких людей, как ты Как насчет тебя? Китбой вроде меня тебе не по вкусу Твое лицо говорит мне, что ты не знаешь, как ответить Это неплохо... Эээ... это не укор тебе Давай, подойди ближе Это больше походит... Эээ... А, вот так Я уйду, как свету в мгновении ока Зззз... Ззз... Ззз... Этого года вообще насрать О, это ты? Почему ты не спишь в такой час? Я понимаю... Так ты не можешь... Я понимаю... Так ты не можешь спать, когда Лария рядом с тобой? Понял, я пойду его разбужу Почему нет? Тебе плохо его будить? Ты не хочешь его будить, когда он так крепко спит? А вот чё она хочет? Оно хочет? Чё я хочу? Ну, всё это мы узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом всё Так что всем спасибо за просмотр Иии... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok